Ваша честь, радость, удовольствие слушать человека, который на самом деле один участник процессов, пассионарный украинец, человек, который изнутри наблюдает и участвует в процессах, Станислав, мой хороший, теплый, давнишний друг, не только мой, но и всех нас, потому что такого скромного, обаятельного, интеллектуально подготовленного человека в Украине я больше не знаю. Поэтому о том, что происходит именно наша тема GPS в Украине, GPS мира, GPS для Белоруссии, и вот очередная одна возможности открыта, его открыли, и вот после того, что было в 2004 году, после того, что было в 2014 году, и вот 2019-2020 год, Насколько вот Украина этаново возможностям использует? Представление Станислава Зазулия. Спасибо, Ярослав. Со многими мы действительно знакомы, однако я представлюсь. Меня зовут Станислав Зазулия, я экономист по образованию, но мало того, что я экономист по образованию, у меня экономический образ мышления. Есть такая книга, Дейдеры Макловские, собственно, так и называется, экономический образ мышления. Однако, как, собственно, говорил Марксон, в частности, своего философа, наша задача не просто есть мир, наша задача его изменить. И именно это меня побуждает участвовать в украинской политике, чтобы увидеть действительно те экономические идеи, воплощенные в Украине. На этих последних парламентских выборах, мы будем про них говорить, я участвовал в избирательном процессе, как член избирательного списка, член партии Михаила Саакашвили. Я был 23-м номером в списке, мы тоже поговорим про избирательную систему в Украине, а половина депутатов избирается по пропорциональной системе по партийным спискам, половина по мажетарным депутатам, на самом деле немножко меньше из-за группированных территорий. Тем не менее, вот я был 23-м, мне нужно было, чтобы у меня партия набрала 225 мандатов, разыгрывалось по партиям в списке около 8%. Сейчас эти партии набрали Украина и Европейская Солидарность, вот ровно сколько они набрали, и 23-й номер, 23-24 раз прошли по 8%. Однако сегодня мы будем говорить про Владимира Зеленского на главную картинку, я вынес вот этот вот постер, он из «Слуги народа», да. Чтобы понять вообще феномен Зеленского, нужно посмотреть этот сериал, я его всем советую, он очень добрый, хороший, и... Кто-нибудь смотрел, кто смотрел на эти дыру? И там даже два раза из них... И красочный домик, по-моему, смотрите, как раз. Я знаю, что наш действующий министр иностранного дела, он рассказывал, что и Ангела Меркель, чтобы понять, кто такие хусь, мистер Зеленский, она просматривала кусочки этого, крайней мере, нарезку этого сериала. Итак, Владимир Зеленский, человек, который будет прикрывать реформы, если будет окно возможности, или он станет воплощением того, что Украина не удалась, потому что вся ответственность сейчас лежит на нем. Уникальные стечения обстоятельств. Собственно, давайте я напомню про результаты выборов. Это первый тур. Есть, конечно же, феномен Зеленского, но давайте я расскажу по порядку. На самом деле было больше кандидатов, но вот те, которые набрали больше одного процента. Руслан Кошелинский, который был кандидатом объединенных националистов, про то, есть ли фашисты в Украине, ну вот такой вот, крайне правых, это вот полтора процента. Причем он был объединенным кандидатом, и как бы все националисты, и правый сектор, и свобода так называемая. Удивительно, почему партия такого крайне правого толка, который не чтет ни язык, ни экономической свободы, ни личной, называется свободой, но это отдельная история. Итак, Кошелинский, 1,6%. Вилкул, это представитель оппозиционного блока. Собственно, здесь кандидаты разделились, был оппозиционный блок, мы потом это увидим на парламентской кампании, и оппозиционная платформа «За жизнь». Если Вилкул представляет Ахметовское крыло, то есть Ахметов, это самый крупный олигарх в Украине, по разным подсчетам до 10 миллиардов долларов имеет в своем наличии, он им проводит такую пророссийскую политику, однако олигархический консенсус, он не является тем, чтобы Украина разменяла свой суверенитет и независимость. И вот Вилкул, как бы, вот, ставление Ахметова. Вот 4% это влияние Ахметова и его денег, его телеканал Украина, который был в Украине. Лешко очень интересный персонаж, такой человек с вилами, человек из народа, человек, который пасет хокоз, там приводит корову в парламент, поет песни, очень веселый, веселый персонаж. Смешко, собственно, про феномен этих выборов, про фактор Зеленского, вот 31%, еще один, как бы, человек, который выскочил из него откуда, это вот Смешко. Его никто не знал и буквально за, ну, за 3 месяца он набрал 6, вот, 6% голосов избирателей. Его феномен объясняется тем, что очень такой, как бы, уважаемый, по крайней мере, среди людей, которому нравится, журналист, есть, как Дмитрий Гордон. Вот он за него топил, он его поддерживал, и, собственно, вот эта вот какая-то дезрабция украинской политики, что вообще можно вывести человека, как бы, в первую лигу, политику только потому, что без истории, без ничего, потому что есть медийный персонаж, который его постоянно продвигает. Гриценко, такая вот реинкарнация Ющенко, со всеми, как бы, плюсами и минусами, объединенный демократический, такой вот, оранжевый лагерь, в конце концов, его поддержал, там, мэр Львова Андрей Садовой, там, Давид Сагворолидзе с Рухановых сил, там, многие другие ребята, он, как бы, был таким вот, ну, возможно, наиболее подготовленным к занятию этого поста президентского, ну, как бы, выборы не располагают, те, кто более подготовлен, то менее, есть какие-то, вот, феномены, которые, вот, выстреливают. Это было не время Гриценко, мы увидим это и на парламентской кампании. Бойко, это, как раз, вот, оппозиционная платформа за жизнь, это, вот, именно, та пятая колонна, которая наличествует в Украине, которые, несмотря на, там, войну, которую Украина претерпевает, агрессию со стороны России, все равно, есть, это, ну, есть, их, они, вот, 10-10-11 процентов, мы посмотрим тоже на парламентские кампании, которые все равно считают, что, вот, нужно, несмотря ни на что, входить в Евразессы, в объединенные государства, вот, их 12 процентов в Украине. Тимошенко-Порошенко, 13-4, 15-95, мы посмотрим это тоже позже, как эти голоса, борьба между ними была, вот, они боролись за второе место, и не время ни Тимошенко, ни Порошенко, это все старые политики, которые десятилетиями у власти, Тимошенко, там, с 95-го года, Порошенко также был в свое время основателем партии регионов Януковича, они, вот, получили этот процент, и, на самом деле, Тимошенко там лидировала, очень долгое время, но Порошенко выкатил там свои козыри, в частности, это Томас, который, ну, я думаю, что для определенной части избирателей это, объясню, что Томас, это, как сказать, документ от престола, Вселенского престола православия, от патриарха Барфоломея на независимость, на унитарность нашей церкви православной, которую он очень активно эксплуатировал в ходе своей избирательной кампании, как раз этот Томас так подыграли, что дали во время Рождества, ну, 6-го, 7-го января Украина его получила, и, собственно, до 31-го марта это было одной из такой тем, и, вообще, у Порошенко была армия, мова и лидера, на этом очень активно зарабатывал свои баллы, ну, собственно, Зеленский, 31% избирателей, и вот следующее, первый тур, это как раз второй, собственно, сколько смог нарастить Зеленский, от первого ко второму, и сколько получил, 73%, и сколько смог получить Порошенко, 24,5%, хотя, на самом деле, я знаю, что там сторонники Порошенко не ставили себе такой аватор, что у нас 25%, как вы видите, на самом деле, так не округляется, по правилам округления, по-математическим, это всякие 24%, а не 25%. Феномен Зеленского, смотрите, это опрос общественного мнения, который, ну, здесь консорциум всех украинских социологических компаний, Комисс Центроразвукового консорциума, 30-го августа, 9-го сентября, то есть до выборов оставалось, ну, меньше года, ну, около полугода. Кто лидирует? Тимошенко, Порошенко, 7-1, вот Зеленский, как бы, 3-е место. То есть люди, когда его включали, ну, там, голосовали за него, но вот следующий график, вот, как бы, характеризирует то, что люди были уверены, что будет или Порошенко, или Тимошенко. И я готов признать, там, свое какое-то невежество в том плане, что я также считал, что борьба разразится между ними, что Зеленского утопят, потопят, и что, ну, вот такая вот данность выбирать между двумя старыми интервенционистом жестким и еще одним интервенционистом. То есть вот соцопрос, он же этот соцопрос, кто, этот, кого поддерживаете, а кто, на ваш взгляд, победит? Как видим, вот такой вот расклад был. Вот феномен Зеленского. Вот эти вот, и тут, кстати, вот еще, нужно стоит обратить внимание, что Зеленский 6,7, а вот Вакарчук 6,5. То есть они шли вровень, и оба кандидата, в принципе, могли стать вот этим феноменом, которым стал Зеленский, не стал Вакарчук. Проблема Вакарчука в том, что он задержал, он не выдвинулся, и он играл, ну, такого, как бы, интеллигента с одной стороны, и он, как бы, манипулировал, и был нечестен с избирателем. Когда к нему задавали прямой вопрос, будете ли вы, там, баллотироваться в президенте, он, как бы, Вакарчук, как бы, отнекивался, и, как бы, это сыграло против него. Мы посмотрим результаты парламентской кампании. Это была его фатальная ошибка. Он мог бы быть на месте Зеленского. Только Зеленский, как бы, сделал этот шаг, а Вакарчук, ну, не знаю, говорят, что он встречался с Порошенко, и все-таки, как бы, Порошенко его убедил не баллотироваться. И про вот феномен Зеленского. Почему именно Зеленский, как можно объяснить, вот, кто он такой? На дебатах, которые в Украине прошли на стадионе, на главном стадионе страны, который отмечает 70 тысяч человек, человек, ну, возможно, там меньше было людей, Зеленский произнес такую фразу, я не ваш оппонент, я ваш приговор. И чтобы объяснить, кто хуй Зеленский, что такой Зеленский, я думаю, что вот, можно оттолкнуться вот именно от этой его фразы. И нужно понять, что было, кто был такой Порошенко, что это были за пять лет, не просто пять лет, а шире, что это были за 28 лет украинской независимости. И Зеленский, как приговор, приговор Порошенко и приговор вот всем этим старым политикам. Тут нужно отметить, что в свое время на Порошенко полагали точно такие же огромные ожидания, даже больше. В свое время Порошенко победил в первом туре выборов. И вот в абсолютных значениях, по-моему, почти 10 миллионов человек за него в первом туре проголосовали 54,7%. Зеленскому все-таки понадобился второй тур, и его вот результат в первом туре был меньше, почти на 4 миллиона человек. То есть вот мы говорим про феномен Зеленского, на самом деле был в свое время феномен Порошенко. Первый тур, огромные ожидания. И вот я думаю, что очень коротко расскажу, почему люди так с большой открытой душой проголосовали за Порошенко. Что это за приговор Порошенко, который люди вынесли? Это изменение реального валового продукта к кварталу предыдущего года. Как мы видим, эра Януковича, вот она, вот как был отчасти большой, ну, как можно назвать большим, вот самый высокий квартал был 6,7% экономического роста. Но вот эти вот кризисные явления, они уже были при Януковиче. То есть 2013 год это фактически рецессия, СПАП. Ну там как бы всплеск небольшой, 3-4, последний квартал 2013 года, и падение. Резкое падение вообще 14-го и 15-го годов. Отчасти можно это объяснить войной, но нельзя как бы все сводить к войне. Нельзя, это было бы грубой ошибкой. На этом дело свое как бы внимание акцентировал Порошенко, что, мол, у нас война, и поэтому вот так и вот был такой огромный спад. И, конечно же, нет. Я это покажу дальше, и это по уровням бизнес-расходов, колоболниевым продуктам. И вот Андрей Ларьонов, которого, к сожалению, у нас сегодня нет, он вообще говорит, что был кризис двух интервенций. Первая интервенция правительства Минфина, который как бы продолжил вот эту вот политику экономической несвободы, и плюс кризис Центробанка, который, собственно, обвалил гривну инфляции и спасал экономику страны тем, что он фактически печатал деньги, и был очень большой спад. Ну, даже, допустим, что вот с таким спадом, с таким большим проседанием, я думаю, что очень большая проблема даже не в этом, а в том, как Украина восстанавливается. Украина восстанавливается, ну, порядка, я там как-то считал, это вот Гройсман и Царинка, ну, порядка трех процентов, даже меньше, чем 3 процента экономического роста. Это же, конечно же, ну, никуда не годится. Как бы низко мы не пали, а мы пали на уровень самой бедной страны Европы по реальному волну внутренним продуктам, по уровню зарплаты, это тоже покажу и в сравнении с Белоруссией. Вот эти вот темпы восстановления, вялое экономический рост, вялое восстановление, оно непосредственно лежит на совести новой, точнее уже старой власти Порошенко и его премьер-министра Ильциняка и Гройсмана. Так, один из самых важных показателей, которые экономисты, как бы, на него смотрят, объем госрасходов, совокупный госрасходов к валу внутреннего продукта. Как мы видим, было все плохо при Януковича, почти 50%. То есть, каждая вторая гривна проходила через руки политиков и чиновников. Определенное все-таки уменьшение было, вот с 50% мы нашли до 40,5%. Но, вот, 18-19 год, то есть, бюджеты, которые сводили президент Порошенко и премьер-министр Гройсман, это вот 44%. И даже самые низкие показатели, 45% это, конечно же, несовместимо с моделью быстрого экономического роста. Это на совести Порошенко. То есть, госрасходы, инфляция, как я сказал, она ни разу в Украине не опускалась ниже 10%. Даже, по-моему, в Беларуси более адекватные, там, 5% ниже 5% было. И, ну, это госрасходы. Давайте посмотрим такой авторитетный индекс экономической свободы от Heritage Foundation, от Fraser Institute. И где Украина находится? Как мы видим, как бы все плохо и, как бы, неназог и все лучше. Это вот именно тот приговор, который вынес Зеленский. Беларусь лучше. Моей целью не было, как бы, сделать сравнение там только по зарплатам. Но все плохо, и вот-вот приговор при Порошенко. Heritage Foundation, который делает до 2019 года, ну, Fraser у них там отличается методология. Последний год у них 2016. То есть, тут как раз чем меньше, ну, чем меньше места, тем выше места. то есть, вот, согласно Fraser Institute, мы даже вот с 2012 года, мы как бы ухудшились. По методологии Fraser, прогресса нету к 2016 году. лёгкость ведения бизнеса. Я не знаю, как это называется по-английски. Doing business. Doing business, да. Украина, Беларусь и Россия. И вот как раз, чтобы охарактеризовать эпоху Порошенко, очень было много очковтирательства, которые вот выходили вот эти вот молодые ребята, образованные, с хорошим западным образованием, и рассказывали, как Украина поднялась, какой она сделала прорыв. Да, она как бы увеличила своё место в два раза, с 142-го места до 71-го. Отчасти, кстати, можно говорить про как этот индекс, я уже раньше на него сильно ориентировался, говорят, что его можно фальсифицировать, что есть способы, как вот распорядители чужого, как они подменяют определенные, манипулируют этими показателями и как бы выводят места выше. Тем не менее, Украина, Беларусь и Россия. Украина сделала прогресс в два раза, с 42-го до 71-го. Примерно столько же сделала Беларусь, но я думаю, что Беларусь нужно отдать больше должное, потому что, ну, не в два раза, но чуть меньше. Тем не менее, она поднималась на более, как бы, сложные эти места, более высокие места, там, где нужно сделать более глубокие какие-то вещи. Есть какой-то прогресс. Ну и Россия. Она сделала прогресс в четыре раза. То есть, вот эти вот наши молодые ребята, которые говорили, как всё замечательно в Украине, и вот почему мы такие замечательные, они, конечно же, вот говорили про это, но заслоняли руками то, что сделала Россия. А Украине, ну, конечно же, чтобы быть самодостаточной, и чтобы выиграть какое-то, в том числе и военное противостояние, экономическое противостояние с Россией, нужно как минимум на 20 позиций опережать Россию. Именно это даст толчок экономическому развитию, и в том числе победе в каком-то там геополитическом противостоянии. Я тут свёл все рейтинги с 2014 по 2019 год. Не только экономически, уже теперь более если глобально посмотреть. Рейтинг лучших армии. 21 место было, 29 место стало. То есть, ухудшение. Глобальный рейтинг инноваций. Недавно он вышел. 63, тетя вместе, по 47. Ну, тут определённый прогресс есть, но, я думаю, такой очень вяло. Глобальный рейтинг конкурентноспособности. 84, 83. Рейтинг инвестиционной привлекательности. 109, 131. То есть, ухудшение места. Рейтинг восприятия коррупции. 144, 120. То есть, Украина осталась коррумпированной страной. Это не только субъективные ощущения бизнеса и людей, это вот такие объективные показатели, которые равняются весь мир. Индекс процветания. 102, 111. Рейтинг цифровой конкурентноспособности. 50, 58. Индекс паспортов. 53, 40. Это вот один из немногих всё-таки заслуг. Не знаю, можно ли это поставить заслугу Порошенко и предыдущей власти в том, что получили без виз. Я бы скорее сказал, что это заслуга тех людей, которые были на Евромайдане, и которые погибли, и благодаря которым европейцам не оставалось ничего другого, как бы дать нам эту возможность путешествовать в шенгенской зоне без европейской визы. 53, 40. Глобальный индекс мира. Павел, и мир очень мусидельный. Индекс демократии 92, 84. Индекс верховенства права 68, 77. Рейтинг счастья, что я 14-й не нашёл год. 111-133. Украинцы несчастны. Санесисты или несчастны? Несчастны. Это места. Чем меньше, тем хуже. Чем меньше, тем лучше. Чем больше, тем хуже. Ну вот, как мы видим, и по экономическим показателям, по каким-то рейтингам, Украина не сделала свой прогресс. И, как бы, это одно. Давайте теперь посмотрим по динамике. Я, кстати, взял это с белорусского сайта, Бэнбанки, 24 бай. Вот последний, там, март 2019 года. Ну, там, может, что-то изменилось. Я знаю, что Украина вроде как, из-за определённой революбанции у нас тоже происходят революбационные процессы с гривной. Средний уровень зарплаты. Он приблизился к 400 долларов. Последняя информация, что было. Но я знаю, что и Молдова здесь выросла уже с 2019 года. То есть, примерно этот же уровень он и остался. Мы самая бедная страна в Европе. Вот, жёлтая, это Украина. Беларусь, для сравнения, вот это зелёная. То есть, в Беларуси это порядка, что это, 4, 500 долларов. Всё перемешается. А Украина только вот сейчас вроде как достигла 400 долларов. Украина самая бедная страна в Европе. И вот этого вот спада не было, и так мы не компенсировали его до сих пор. Мы не вышли из этого глубокого кризиса, который был в 2014-2015 году. И это же, конечно же, в Гринаде, и, соответственно, правительство Порошенко. Это какие-то такие вот показатели, да, но очень важно также какое-то субъективное чувство. Говорят вот политики, типа, что нужно затягивать пояса. Но когда люди чувствуют, что есть несправедливость, а несправедливость – это очень такой вот субъективный и, отчасти, даже иррациональный фактор. Видят, что Порошенко – это вот данный Улья Реонова, с нами приближали, нету, жалко, что его сегодня с нами нету, но здесь можно посмотреть, что несмотря на то, что состояние 100 самых богатых украинцев потеряло, несмотря на то, что состояние Порошенко также снизилось на 7,3 миллиона долларов, в относительном значении он вырос в топ-100 самых богатых украинцев, и его относительное значение к валу внутреннего продукта тоже выросло. То есть вот это вот ощущение того, что власть живет в каком-то своем мире, она богатеет, а вот украинцы должны вот так вот прозябать. Она стала фактором того, что люди хотели изменений, хотели нового, хотели вот того персонажа, голубородика, который сыграл Зеленский, слуги народа. И на самом деле вот самый главный феномен Зеленского вот не только в президентской кампании, он, потому что я вам показал, что Порошенко победил в первом туре, а Зеленский не смог победить в первом туре, ему понадобился второй тур. На самом деле самый большой феномен – это именно парламентские выборы в Украине, потому что, собственно, Порошенко понадобилось формировать коалицию с Яценюком, и это все так или иначе замедлило желание и возможность проведения реформы. А в Украине сложилось, мы это называем сейчас монобольшинство, большинство одной фракции, одной партии слуги народа. Как мы видим, снова-таки возвращаясь, какая парламентская избирательная система, половина – это партийные списки, половина – мажоритарная составляющая. И тут интересный фактор в том, что, собственно, когда президент Зеленский вступил в свои полномочия на инаугурации, он распустил парламент и призвал депутатов проголосовать за новую избирательную систему, согласно которой все 450 депутатов в Украине формируются по партийным спискам. Потому что мажоритарные округа, они феодальная такая бочина там. Есть такая гречка у нас, которая уже означает не просто продукт, а как фактор того, что можно подкупить избирателей, когда вот эти вот ходоки от этих кандидатов приносят вам пропаёк, которые застевают эти округа до этих выборов, поэтому вот эти вот большинство, которое на то время было из, ну и сейчас остаётся ещё действующий парламент, Батьковщины, ну там, БПП, они проголосовали против. Они как раз ожидали, что несмотря на то, что по партийным спискам слуга народа возьмёт большинство, они по своим мажоритарным округам возьмут своё, и так или иначе Зеленскому придётся вступать в какой-то там сговоры, какие-то договорняки со старой властью, и хотя бы отчасти они смогут откатить вот эту вот электоральную революцию назад. Но именно в этом как раз феномен, что Зеленский победил по партийным спискам, и ещё больше он победил по мажоритарным округам. То есть, я это не привёл, но был такой опрос, что вот включили Андрея Чикатило, это серийный убийца, как вы знаете, под брендом «Слуги народа» баллотироваться. И люди не знают, кто это такой, обычные люди, они всё равно голосуют за кандидата от «Слуги народа». То есть, люди, там очень было много необразумных людей, людей без партийного какого-то капитала, но умнеймов, так называемых, политических. Но поскольку они были «Слуги народа», люди всё равно за них голосовали. Говорят, что там на Запорожье «Слуга народа», там типа они договорились о том, чтобы какой-то кандидат от каких-то там старых этих сил выиграл, то есть, слили этот округ и выставили, кто-то там совсем неопытного человека, но какого-то массажиста, и он всё равно подвезел. То есть, это был феномен именно того, что люди полностью готовы голосовать за «Слуги народа», кто бы там ни был. Если бы были полностью парламентские системы по партийным спискам, большинство бы не было 226 голосов, поскольку вот мажоритарный округа взяла «Слуга народа», мы видим коалицию из одной партии. 254 депутата при 286 необходимых – это «Слуга народа» Зеленского. Второе место по общему, это и по депутатам, и по результату – это оппозиционная платформа «За жизнь». Как раз это вот тот кандидат Бойко, а на самом деле там такой неформальный лидер – это кум Путина Медведчук, это вот эта вот такая пророссийская пятая колонна, которая большинство, вот если посмотреть карту, они взяли на востоке голосов на Донбассе, на неоккупированном углу Донбассе, оппозиционная платформа «За жизнь» – они взяли и по голосам, и там отчасти на жертарников проверили. Практически одинаковая Баткевщина и европейская солидарность, голос Бакарчука. Бакарчук потерял свой момент и получил вот по партийным спискам 5,82 при 5% барьере. Все остальные партии привел просто к тому, что они получат госфинансирование. У нас для того, чтобы, ну якобы это будет развивать такая сомнительная вещь, можно критиковать с точки зрения как бы либертарианства, как бы того, чтобы порезать госрасходы, но тем не менее для развития демократии партии, которые преодолевают 2%, они получают финансирование из бюджета относительно того, сколько они преодолели. Чем больше, тем больше. То есть это партии даже, которые как бы лузеры на этой кампании, они могут отыграться, если будут использовать эти государственные средства для развития своей идеологии, своей партийной структуры. Вот такой вот парламент, 254 проведу с 26 необходимых. Я это привожу к тому, что 300 голосов — это конституционное большинство, 266 — это обычное большинство, которое необходимо для проведения всех кадровых назначений, формирования правительства. Но, возможно, слуге народа потребуется конституционное большинство, 300 голосов для изменения в конституцию. У нас конституция является такой постсоциалистической, формально записанной, бесплатной, бесплатно в кавычках, потому что люди все равно доплачивают из своего кармана медицина, образование. И, конечно же, для того, чтобы сделать какой-то рывок, нам нужна капиталистическая модель здравоохранения с страховым рынком, с частным страховым рынком, где государство лишь помогает людям, которые нуждаются. А для работающего населения они создают фискальные стимулы тем, что они вычитают из налогов. По крайней мере, я так себе вижу эту реформу здравоохранения. И как бы с Саакашвили, как они это сделали в Грузии, наши взгляды сходятся, мы шли под этой программой Верховную Раду. Мы, к сожалению, не прошли. Забыл сказать, получили... Мы посмотрели наши социологические опросы, мы не преодолевали барьеры. У нас было от полутора до двух процентов. И для того, чтобы не показаться там и лузерами, и людьми, которые отбирают голоса в обслуги народов, мы призвали голосовать за партию Зеленского. И мы, конечно же, блага на них лишили сейчас ожидания. Переходя к Зеленскому, что это будет за человек. Давайте сначала разберемся в программе Зеленского. Тут буквально... Она небольшая, на самом деле. Я вот выделил два слайда. Это вся программа, что касается экономической части программы Зеленского. Тут как бы не очень много вещей, на которые стоит обратить внимание. Первое — это нулевая декларация. Вывести капиталы из тени путем единоразового уплата 5-процентного налога. И второй момент, на который стоит обратить внимание, что они туда его засунули, это налог на выведенный капитал. Все остальное — это как бы нечем. Детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитование. Два момента, которые являются такими, ну, по сути, это детенизация, нулевая декларация и налог на вывезенный капитал, который они, тем не менее, включили в свою программу. Ну, вот как бы бюджетный государства должен стать народной казнавией системы приходить на народный депутат. Такие просто хорошие вещи просто. Как относится к налог на выведение? Формирование прозрачного рынка земли. Да, 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 сейчас скажу. Формирование земли — это, я не знаю, как в Беларуси, мне кажется, уже и в Беларуси такого нет. Мы одна страна, по-моему, из Венесуала, еще, по-моему, где-то в Африке. У нас как бы земля формально принадлежит собственникам, частным собственникам, но наложен мораторий, то есть запрет на распоряжение земли. И тут можно ли называть человека собственником, если он не может продать землю? То есть, по сути, он не является собственником, потому что собственность — это, ну, как можно понимать, как перечень прав. Распоряжаться, продавать его. Их платить, я понял, не распоряжение. Вот, вот, вся собственность. То есть, по сути, люди ограничены своей собственностью. Нет этой собственности, если человек не может продать ее или там заложить в банк для кредитования, поскольку нельзя обчуждать землю. И земля не является рынком. Только, возможно, долгосрочная аренда. Это стало такой квази-квази-рынком. Но это не позволяет инвестициям, международным инвестициям прийти вот в этот рынок земли. Я на прошлость, если я сейчас не концентрировался, как этот рынок земли, отношение к рынку земли, как оно развивалось в сознании украинцев, потому что в начале 90-х этого люди в основном были позитивно относились к рынку земли, но благодаря вот этому популизму, благодаря накручиванию определенных политиков, которые начали эксплуатировать на этим из-за страшилок, что, мол, скупят все олигархи или китайцы. Вот у нас тоже есть такой аргумент, что китайцы придут и скупят весь нашу землю, наше национальное расстояние. Ну и сейчас я попробую землю. На сельхоз земли. На сельхоз земли. Именно сельхоз земля, она не является пареньком. То есть обычная земля, возможно, ее продавать. Подождите, а можно еще на вопрос задать? Да. Налоги, я встану простыми понятиями, я имею налогу на прибыль. Налогом на выведенный. Как это налог на прибыль заменяется налогом? Если я не вывел, то я налогу не плачу. Да, если вы не вывели, вы их реинвестируете в производство, то есть вы не выводите на потребление, то вы не платите налогу. Только когда вы выводите на потребление, уплачивается этот налог. Так это сделано в Эстонии, которую они как-то предъявляют. Но я не являюсь сторонником этой модели. Мне более близка позиция Ярослава Романифика. Два простых налога. Налог с розничных продаж и социальный налог, и вредные платежи, акцизы. Этого достаточно. Мне кажется, это такая не очень хорошая идея. Однако у нее есть лоббисты в Украине, которые ее провели, которые давно эту идею лоббируют и считают, что это станет как бы панацеей развития Украины. Сейчас, я вам сейчас покажу, это была избирательная программа Зеленского как президента. Мы тоже просмотрим. Потом будет программа Слуги народа как партии. Они там уже говорят введение налога на выведенный капитал, когда будет такая экономическая возможность. Поскольку понятные риски того, что будет бюджетный дефицит. По крайней мере, в первые годы в первые годы от этого не уйти. Если будет прямая замена налога на прибыль без каких-то компенсаторов, как мне говорят, бюджетных компенсаторов, тогда эту идею отложили на данный момент. И слава Богу, потому что это дает возможность провести что-то реально необходимое при этом всем огромном запросе. По-моему, это очень такая вялая идея, которая не даст реального экономического большого подъема. Ну, что здесь вас интересует? Здесь, ну, внедрить экономический паспорт украинца. Это я перевел с украинского. Паспорт украинца. Мол, есть рента, и вот государство будет начислять на какие-то накопительный счет каждому украинцу доходы с этой ренты. То есть они будут идти не в государственный бюджет, а будут идти на будущее украинцев, как людей. Программа «Слуги народа». Тут немножко больше, что здесь интересного. Так, так, так. Дальше. Очень просто. Экономические остротения. Экономические уйти. Ну, да, он же был. Ну, вот этот налогно-выведенный капитал, только для этого возникнут необходимые экономические условия. То есть сейчас это якобы невозможно, потому что нету компенсаторов, и вот они уже делают эту оговорку. Но уменьшение единого социального, это наше что создаем. Не той три оговорки. А снижение института? Я ставлю, понимаешь, там контент высокий тоже. А сейчас выберем оставку единого социального. 42% есть вредные вещи. Давайте поговорим про вредные вещи. Внедрим государственную программу поддержки инновации, целевую прозрачную поддержку отраслей, способных стать локомотивом развития экономики. То есть любимчики, по крайней мере, из этой программы будут возникать. Ложка, дегтя, чтобы не сказать чего-то хуже. Вы так думаете? Я считаю, что не нужно создавать любимчиков, не нужно создавать как в Советском Союзе. Это целевая программа поддержки локомотива отрасли. Но нужно понимать, откуда это будет браться. То есть с тех же самых налогов людей, переразбратили. Кто будет определять? Все верно. И сдержки. Ошибки нашего джунного вопроса. А широкополосный интернет Зариков лоббировал, конечно. Его идея. Ладно, шутим. Давай дальше. Создадим условия для интеграции цифровых валют. Крипто. Вот. Зеленский вам благоволит. Что-то мне еще здесь тоже настораживало. А что с бетонными дорогами? Что-что? С бетонными дорогами 12. Не знаю, что вам сказать. Создадим законодательские условия или строительские бетонные Все, поехали. Давай, Да, мы поняли. Кто-то не читает эти программы. Порем это да. Порем вообще. Так, меня настораживало как раз медиц... Нет, это пенсии. Уничтожение фарматологической мафии. Хорошо. Это правда, она существует. Меня еще настораживало это типа третий уровень пенсионной системы. Все-таки та модель, которую я адвокатирую, это первый уровень как пособие практически income for old age, то есть базовый социальный доход по достижению определенного социального возраста. И дальше это игра накопительной системы, только добровольной, разве что государство может быть регулятором, то есть инвестировать в голубые фишки, инвестировать в какие-то защищенные отрасли, но не множить обязательность, обязаловку. второго накопительного государственного такого структуры. Действительно не все читают, но тем не менее они как народная партия, я думаю, далеко не смогут по крайней мере отойти от их формальных обещаний. Либертарианство и команда Зе. На самом деле я думаю, что гвалт вот этот по-моему до либертарианства был преувеличен, потому что я лишь один раз встречал команды Зеленского про либертарианство. Это вот, собственно, сказал Стефанчук, которое очень как бум разошлось по всему миру. Даже мне звонили из BBC, просили прокомментировать, что это такое либертарианство и куда это движется. на самом деле я думаю, что это несколько преувеличено. Тем не менее, давайте посмотрим, что он сказал, Стефанчук, представитель президента парламента, человек, который претендует на статус интеллектуала. В основе идеологии нашей парни лежит идеология либертарианства. Я, может, примитивно скажу, за ее образу возможностей. Либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Эта деталь на самом деле может извратить либертарианство, поскольку под этими национальными особенностями можно протащить очень много вредных вещей. Мы-то либертарианцы, но национальные особенности нам не позволяют сделать какие-то радикальные вещи. Либертарианцы украины практически его не знают, этого парня. Ну, посмотрим. Два пути Украины. Я лечу можно, да? Можете идти? Хорошая фраза сломать систему, там отсутствует пункт создать делать автосервисом и выйти на конкурент с частыми сервисами там же и проиграть, если вы будете гуже. Вот. А с видки алифона многое зарплаты, они не кажут васу. А почему не выполнили? Почему не сделали, как я сказал? Ну, что так озера чистый бунт. Ну, конечно, мать, но у Азии прочитай, нету фекалий автосервисом. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обозванная и уже на шерсти закалилась. Азии вы выйдете. Вы идете сюда разбить. Получше. У меня до вас прохание написать заяву про освобождение. вулкан черного невеже отправить в отставку. Мы публично допоможем отставку этим людям дуже відомым. С них адресом, з усима. Двигаем узасю полное служебное несоответствие. Может, надо передать какие-то литки. Может, сведом это надо. Надо закинуть там. Следить оперативно и прочее, сажать в свет на изоляторе, сажайте. Все. Мы никому ничего не лишим. У нас будет своя прокуратура. Вы почему, Василий Иванович, не обеспечили выполнение моих поручений, как я сказал? Почему, до речи, это очень важная вещь, которую мы ставим пану Мафу Нюфедову как приоритет электронной митницы, почему вы не сделали? Мы можете, не хотите, уходите. Если хотите працювать, давайте рады. Не хотите, звольняйтесь. Почему не выполнены все обещания, которые мне давались? Товарищ проститер, все старались. Ахренеть вас не дрованутся. А, и это сегодня. Хайс. Два пути Украины. Один это копирование стиля Лукашенко. И не только в публичной космосе. Видим, уже это началось. И не знаю, Зеленский продолжает этого. Это сделало Радио Свободы, белорусские делали. И это продолжается вот этого сильного лидера, который вставляет чиновникам и разгон такой. Это один путь Украины. Пойти по пути модели, политической модели и экономической Лукашенко и Лукашенко. Второй путь Украины. Я его оттолкнусь от этого видео, кто будет новым премьер-министром Украины. Тоже хочу представить на ваше обозрение. И это должен быть гуру экономики, который никогда, как мы сказали, мы хотели, чтобы эта человек никогда не была в политике. Мы хотим, чтобы это была независимая, мощная людина с фаховой обучением. Людина, которую в Украине по-перше и которую в Украине на Заходе, которая действительно прикладом гуру экономики. А кто такой есть человек на нашем посоветском Сейчас мы про это поговорим. Кандидаты премьеры. Общая фотография в семье. Премьеры. Все из них я сейчас гарантируизирую. Это Владислава Мирослава Мирослава. Извините. Владислава Мирослава является заместителем директора распорядителя МВФ Кристину Лагард. В прошлом году я показывал фотографии где он стоит он где стоит Кристину Лагард и Гюсти Кейнса. Он является идейным кейнсианцем. Второй человек кандидаты премьеры сейчас ходят все обсуждают это экс-министр при Порошенко я вам показывал результаты экономические результаты Порошенко. Он был министром финансов до 2018 года то есть долгих там три года довольно долго он был в команде Порошенко и когда Порошенко начал сыпаться его рейтинг он ушел и потом всплыл в команде Зеленского. Человек который называется глибертарианцем при котором проходили все эти вещи при котором госрасходы ни разу не опускались ниже 40% валов внутреннего продукта при котором например минимальная заработная плата как барьер который нельзя платить бизнесу меньше который создает дополнительные издержки против экономической свободы они выросли в два раза при нем многие другие вещи третий человек это глава нефтегаза монополист в отрасли предоставления газа населению вся эта модель она является нерыночной модель при которой государство не позволяет конкуренции то есть есть промышленные у нас вообще есть три цены на газ в Украине первая цена это на газ для промышленности которая подчинена плюс-минус законом рынка спроса и предложения вторая цена для населения которая фактически является директивной которая устанавливает правительство поскольку они хотят чтобы это было как бы социальной ценой они как бы снижают ее ниже рынка но кто доплачивает поскольку создается дефицит этого нефтегаза покрывает госбюджет то есть фактически те же налогоплательщики иным ходом я думаю это может и в Беларуси так что из-за того что коммунальные услуги в частности цена на газ является датируемой налогоплательщики как бы компенсируют то что цена на газ является ниже ниже рынка ну и за тем третья цена это почему-то церкви церкви выведены из обычного рынка они тоже считаются несмотря на декларацию в Конституции об отделении церкви и государства для них государство также создало льготы цена не подчинена закону рынка спроса и предложений четвертый человек Айвар Сабрамавичус был министром экономического развития был меньше времени чем Данилюк министр финансов был первым правительством Яценюка до 2016 года он как бы ушел со скандала с Яценюком проявил себя как человек который не восприимчив коррупции по этой причине он ушел но не из-за того что он хотел сделать более радикальные вещи а из-за того что он такой хороший может быть человек который не хочет коррупции но вот именно как либертарианец или как человек который может провести быстрый транзишн и радикальные экономические реформы он себя не зарекомендовал еще там называют пятого человека Гончарук молодой человек ходят еще какие-то люди но ни один из них я пока что не вижу на роль такого украинского как его Бендукидзе потому что как собственно говорил Бендукидзе для того чтобы страна стала успешной необходимо три человека человек который прикрывает это Зеленский очевидно у него сейчас огромный политический капитал и в рейтинге и в результатах на выборах человек который реформирует то есть делает условия ведения для бизнеса лучше для предпринимателей но человек который сажает мы не знаем кто будет генеральным прокурором там тоже есть какие-то сомнения будет ли это человек который нацелен на борьбу с коррупцией или это будет человек который вступит в какие-то договорники но отставим как бы прокурорское мне ближе экономика мне ближе кто будет вот этот двигателем реформы. Таким человеком, как премьер-министром, мог быть Саакашвили. Но поскольку Зельянский сказал, что это должен быть человек, который... Два условия, на самом деле. Человек, который не был в украинской политике, как условие. Не в украинской. Вообще он сказал, что в украинской. Не в украинской. В украинской политике. В украинской. Да. И второе, должен быть гуру экономики. Вот мой результат, мой гуру экономики подходит. И некоторые... А, ты согласился вы? Согласился вы? Я скажу, прогоните. Слушай, а что ты подлизываешь? Тут дождешься завтра, я тебе вкачу, блин. А ты в картинах не дождешься. То есть из Беларуси можно импортировать лучшее, а не худшее. Не какой-то вот почковтирательство, не какой-то разгон чиновников, а таких людей, как Ярослав. И вот мое уважение, Ярослав. Я надеюсь, что в форме ли премьер-министра, но в форме советника и человека, который поставил правильную модель для Украины, я очень надеюсь, что ты прислужишься и будешь с нами. Спасибо. Спасибо. Ярослав, на помощь мы тебе подапливаем и санитируем. Он уже ведет в Украине с Ямой, и уйдет в прогресс. Друзья, вопрос, пожалуйста, Станиславович. У меня вот вопрос. Значит, вот Лукашенко заявил, что у него рейтинг Российской Федерации до 60%. А какой в Украине он нашел, батьки, рейтинг? Был вопрос в 2016 году, он бы побеждал на выборах. Но очень огромный запрос. Как бы в Украине вас воспринимают, как вот этот разгон чиновника. То, что сейчас делают, уж посиделиться. И это нравится. И на авторитете Ярослав в данном случае использовал бы авторитет, известность Лукашенко. Классные ролики, твоего диалога с Лукашенко, и все. Спасибо, друзья. Вопрос. В следующий вопрос задался, вы как эксперты в Украине могли бы сказать, вы комментируете, какую роль сыграл в Украине в победе Зеленского и Колоносе? Спасибо. Колонос. Очевидно, какие-то договоренности там есть. А отрицать их было бы несправедливо, и я думаю, что жутло. Собственно, как Зеленский заявил о своем походе на выборы. Это была новогодняя ночь, которая, не знаю, думает, что это советская традиция. Вы смотрите обращение вашего национального лидера, и мы смотрим, хотим это вам или не хотим. Просто смотрим, как бы, карнавал, и вот прерывается этот карнавал, и выступает президент, говорит свою новогоднюю речь, и вот мы будем нануженно его слушать. В это время, там за 10-15 секунд до, собственно, кануна Нового года, выходит не Порошенко, президент Украины, выходит Зеленский и рассказывает, что Зеленский на телеканале 1+,1, на телеканале Коломойского, и говорит, что он идет на выборы. А 1+,1, как бы, ведущий канал в Украине, по рейтингам, по просмотрам, собственно, этот кейс, и, собственно, где вся поддержка 1+,1, она сыграла весомую роль. Инстаграм, как бы, новый канал коммуникаций с молодыми избирателями, и вот, как бы, 1+,1 для коммуникаций с более старшим поколением. Еще один вопрос в другом вопросе. Чистность многооборода финансировалась на мысль? Нет, это прибыльный проект, на самом деле, людям нравится это. То есть он выходил, в том числе, потом транслировал 1+,1 во время избирательной кампании, но, тем не менее, как бизнесмен, а все-таки Зеленский бизнесмен, на самом деле, у него прибыльный продукт, который пользуется спросом. Люди его любят, люди ходят кинотеатры, люди готовы платить за этот фильм. А вы с воды сколько денег заработаете? Войнаешь, войнаешь, потом войнаешь. Скажите, пожалуйста, какой вывод можно срабить из итогов против избирательной кампании? Какой запрос украинского общества в политике? Тот факт, что Лукашенко самый популярный иностранный политик в Украине, мне кажется, говорит совсем не о курсе на либертарианство, на рыночную экономику, а как раз вот про все разгоны, которые вы показывали в сюжете. Смотрите, есть опрос, который говорит, что в Украине популярен Лукашенко, по крайней мере был, но я пока еще не видел опроса, популярен ли Зеленский в Беларуси. Я думаю, что если бы Зеленский тоже выставил бы кандидатуру, он бы имел очень хорошие стартовые условия. Поэтому здесь как бы палка от двух концов. Люди хотят действительно, чтобы чиновников построили, факт, и Зеленский копируют. Но одновременно люди хотят перемен, люди хотят чего-то нового, свежего платка. Я думаю, был бы Зеленский в Беларуси, и он, не знаю, может быть, он был бы и не ваше. Вот чтобы я феномен Зеленского, это феномен Беларуси. Лукашенко еще один, что выводит. Вот он у нас есть для школы, он играет на национализме. Он играет на необразованном сельском электорате Черниговской, Черкасской областей, то есть очень такие самые бедные, такие сбитые области, люди, несчастные виллы. Он уже какой-то неадекватный. Неадекватный? Журеновский же тоже неадекватный. Типа, в принципе, Журеновский. Да, там, он, 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 он. Он не прошел в Браду. Он не прошел в Браду. Не прошел в Браду. Он уже так не мешал, он не шел, он шел на него. Типа, он, он, вискис там, уграл 4%, при барьере, высоком, довольно-таки, барьере 5%. Я, я же жил. Барьера дружно выграет. Не, не, не. Ляшко, Ляшко. Зеленский просто сейчас собрал все. И образованный электорат, и как бы не образованный электорат. Но сейчас же появляется альянс Личко, да? Да. Личко там вообще, он же внизу вообще. Личко там вообще, он же внизу вообще. Нет, но он все же, он его там... Поддержка в Германии, хорошая связь. Нет, это не транслируется на политику, да? Я бы скажу свою точку зрения, что сейчас какой-то угрозы никто не представляет. Вот сейчас у Зеленского в каждом блоке огромный политический капитал. Он может делать что угодно, делать непопулярные реформы. Но Зеленскому не нужно расслабляться в том плане, что этот медовый месяц в украинской политике может очень быстро пройти. Это был Порошенко, который выиграл даже с большим отрывом, чем Зеленский. 54% в первом туре. Это прошло где-то к 2016 году. То есть два года понадобилось Порошенко, чтобы спуститься с небес на землю. Если не будет как бы этого движения, вот импульса... Конечно же, на самом деле, чудо невозможно за эти пару лет. Но можно дать людям ощущение, что страна меняется, что страна меняется. Это иррациональное чувство. Но его можно дать вот именно началом каких-то быстрых экономических изменений. И так далее, я думаю, люди поддержат. Спасибо большое, удачи, друзья! Вы понимаете, что в Украине сколько положительного, самого тяжелого успел сделать Порошенко? Не понимают, потому что не так много было положительного и тяжелого. То есть Украина защитила себя от российской агрессии. Это самое, наверное, главное, что можно вообще поставить в голову. Но в экономике это прозевает. Но в экономике это прозевает. Не, но не защитила себя. Все равно война продолжает. Ну, скажите... То есть... Не, но... Бензин заправляют, танки... То есть он сделал армию как-то, да? Это реформа само управления, которое он все-таки, да, сделал. Вы не убеждаетесь, что вы не уберете. Уберете, что украинцев... То есть он и так вот внутри двигается. Но... Потому что Порошенко гораздо круче и лучше. Поэтому реально вот то, что ты нам говоришь, да. Не только даже бизнес, но даже люди, которые там всю жизнь были там в продвижении идей. Для них Зеленский это был, грубо говоря, такой вот... Это наш Лукашенко, не говори. Вот. И то есть кто тут, что там вот... Такой гигантский просто политический кредит, еще не понятно. Потому что нет конкретно команды, нет конкретных шагов. Ничего еще нет. Да, ничего нет еще. Кто не знает. Ярослав, помнишь 20 лет назад, а кто из мистера Путина? Ну да, тоже да. Россия, война на Кавказе, это именно то же самое. Можно проводить параллельно. В свое время россияне сделали вывод из этого. Переселили себя и сели за стол переговора. Решили проблему. Есть ли сегодня силы в Украине, которые придерживаются такой мнения, чтобы все-таки надо садиться за стол переговора и решать эту проблему? Ну, кстати, здесь Зеленский снова-таки открывает какую-то новую страницу. Возможности, да. Конечно же, ему не простят, если это будет какая-то там сдача чему-то суверенитета. Но как-то проблему на Донбассе можно решить. Можно как бы соглашение в том, что Донбасс будет какой-то там особенный статус, что касается культуры, языка. То есть вводить его в экономическое поле Украины. И все это возможно. И у Зеленского, по крайней мере, есть эта возможность. Его электорат не ориентировался на там ура-патриотический. Скорее, ура-патриотический. Единственный регион, собственно, который проголосовал за Порошенко – это Львовская область. А Зеленский собрал именно центр. А Восток – это оппозиционная платформа. Он именно центрист. Центрист в лучшем понимании этого слова. И это открывает возможности для нормального какого-то диалога, по крайней мере, с Россией, что касается Донбасса. Я думаю, что в России отчасти, возможно, тоже надоели эти санкции. Тоже они хотят как-то выйти из этого положения. Я думаю, что определенный уровень, как бы, идти навстречу друг другу, он возможен, что касается Донбасса. По Крыму, как бы, это вопрос сейчас не решается. Есть такая адекватная точка зрения. Его просто отставить, вывести из, как бы, политической дискуссии и решать те проблемы, которые у нас есть с Россией. Которые достижимы решения. Торговля, Донбасс и вот такая адреса. А что с газовым соглашением? С газовым соглашением? Сейчас мы не покупаем газ в России. Нет, но вы покупаете, но, как бы, у вас, и вы не подписываете, насколько я знаю. В России предложила Украине подписать соглашение по транзиту газа. Чезвучка, да. Да, и, как бы, оно не подписывается. Хотя мы, как бы, покупаем этот газ в России, по сути, он является то, что он... Нет, нет, нет. Вы покупаете, даже не в Ромке. Хотя это российский газ. Да, российский газ, по сути. Это понятно. Но сейчас как раз придет вопрос в том, что Россия не включила свой снег, закончил Северный потоп. Получается, что она все равно нуждается в транзите через Украину. То есть Россия, насколько я знаю, выдвинула уже свои условия по транзиту, оплатит транзита газа через Украину. На что Украину не дала еще ответа. Газпром еще должен 3 миллиарда долларов Украине. Газпром говорит о том, что да, они оспаривают это решение. Там, на самом деле, столько разных нюансов. Проблема еще... Я думаю, что этот вопрос... Это не является чем-то политическим, который... Это раз технологический и экономический вопрос. Еще один последний вопрос. А что Зеленский не принимал тему? Оружие. Что с этим батальонами? По Украине управляют тысячи стрелов в столов. Не могу вернуться. В программе как раз было о легализации оружия. Как-то там это было выписано, так аккуратно. То есть не так, что каждому оружие раздать. Но в том плане, что если там какие-то уровни, какие-то справки из психиатрии, что ты адекватный человек, то ты можешь иметь право на оружие. Вот как-то так это аккуратно было выписано, но как бы либертарианцы поддерживают. Я не являюсь сторонником или апологетом права на оружие, но вот есть такая программа известка, что при условиях нужно легализировать оружие, которое действительно ходит по Украине. И при том, что ходят скорее у какие-то там бандитов и людей, которых там неадекватно. А тогда с точки зрения амнистии военных, которые были прописаны в Минских соглашениях, и буквально вот на прошлой неделе Зеленский заявил, что никакой амнистии быть не может. А при этом в своей программе он декларировал о исполнении Минских договоренностей. А Минские договоренности, насколько я понимаю, никто не уходит, а что вы имеете в виду? Но в Минских договоренностях практически на амнистии для участвующих в военных действиях. А давайте начнете, куча вопросов есть, никто этого еще не знает, потому что одно дело декларации до выбора, другое дело формирование правительства, и что будет на самом деле, какой будет режим капромиссии. Я все равно говорил перед парламентским, это было еще часть избирательной кампании, он еще не все мог убрать, и сейчас она как бы закончилась, и сейчас как бы все... Сам 12 месяцев, 20-18 месяцев, но возможности открываются, вот, и первая сессия будет 25 августа, 25 августа будет жден премьер-министр, я думаю, тогда уже станет понятно более-менее, куда это все машины... Мы тебя после 25-го уже не будем, а у тебя уже не будет здесь 25-го? Так, все, давайте мы... Сейчас, сейчас, все, давайте начнем аплодируем.